МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости на восьмом. В ближайшие полчаса все о главных событиях и жизни Владивостока. Меня зовут Максим Дудников. И вот что произошло в нашем городе к этому часу. Доступная ипотека в 5%. На торжественной церемонии с участием в РИУ губернатора края вручили первые 11 сертификатов по одноименной программе. Нужно особый акцент делать и в том числе на годах, на той процентной ставке, которая должна быть неизменна вне зависимости от количества лет. Отпраздновались с пользой. В свое двухлетие школьное лесничество «Зеленая планета» занялось уборкой мусора в прибрежной территории мыса Топизина на острове Русский. О том, как ребята из Артемовской школы-интернат очищают акваторию русского острова от мусора, расскажу я, Евгений Черемых. Заглянули за кулисы. Международный день балета отметили на приморской сцене Мариинского театра. Потому что у города есть хорошая возможность посетить Мариинский театр. Потому что сам Питер будет далеко, а здесь все-таки у нас репертуар хороший. Также в выпуске стали известны регионы, где разоряют население на услугах ЖКХ. И еще расскажем, режим охраны рек Национального парка «Земля леопарда» и заповедника «Ядровая пать» усилен в связи с началом захода на нерест самой многочисленной приморской красной рыбы – киты. Но об этом немного позже. А сейчас о главном. Во Владивостоке установилась сухая и ясная погода. Но на середину недели приморские синоптики дают неблагоприятный прогноз. Мокрый снег по северу и на перевалах. Штормовое предупреждение на территории края. Ухудшение погоды ожидается из-за южного циклона 10 октября. В этот день ожидаются сильный ветер, гроза и дожди с количеством осадков от 15 до 45 мм. По данным Примгидромета, циклон, идущий с Кореи, обрушится на северо-западную часть акватории Японского моря и будет смещаться вдоль побережья. Интенсивные дожди к четвергу распространятся на большую часть региона. Циклон принесет с собой в край холодную воздушную массу, а на перевалы – дождь со снегом. Температура воздуха при этом снизится до плюс двух, плюс восьми градусов ночью. В горных районах ожидается до минус пяти. А днем воздух прогреется до плюс пяти, плюс пятнадцати. Во Владивостоке в ночь на среду будет еще тепло. Ветер юго-западный умеренный до сильного. Температура воздуха ночью – плюс семь, плюс девять. Днем – плюс четырнадцать, плюс шестнадцать. Тем временем первые одиннадцать сертификатов по программе «Доступная ипотека» вручили в Приморье. Церемония получилась торжественной. В ней принял участие в Рио губернатора края Олег Кожемяка. Согласно программе льготного ипотечного кредитования, учителя, врачи и сотрудники учреждений культуры могут получить ипотечный заем от пяти с половиной процентов. Заявки на льготный ипотечный заем подали уже более пятидесяти человек. Первопроходцами в получении сертификатов стали медицинские работники, учителя и работники бюджетной сферы. На вручении первых сертификатов в доступной ипотеке побывала моя коллега Светлана Садовая. О программе «Доступная ипотека» Кристина Калинина вместе с мужем Сергеем узнала чуть больше месяца назад. Долго супруги не раздумывали, о собственном жилье мечтали давно, поэтому документы на получение сертификата стали собирать практически сразу. Признаются, несмотря на некоторые бюрократические препоны, ничего сложного в оформлении документов нет. Ипотечный заем получили на квартиру в строящемся доме в Уссурийске. Плата по ипотеке составит около 15 тысяч рублей в месяц. На процентах, говорят супруги, удалось сэкономить около миллиона рублей. Дом как шел вопрос об медитации застройщик. То есть, те, кто участвовал для программы застройщик, то есть, застройщик пошел нам навстречу специально под нас. Пошел об медитации специально для нас. Пока, по крайней мере, больше никто не приобрел животом. Далее у нас оценка занимала порядок, чтобы уже не клеили. В торжественном вручении первых 11 сертификатов по программе «Доступная ипотека» принял в Рио губернатора края Олег Кожемяка. Он пообщался с будущими обладателями квартир, выяснил, с какими трудностями столкнулись участники программы и подчеркнул, что программа «Доступная ипотека» будет совершенствоваться. В частности, по его словам, необходимо предусмотреть возможность приобретения жилья в том районе города, который прежде всего удобен участнику программы установить неизменность процентной ставки вне зависимости от срока выплаты займа, принять меры поддержки для тех, кто планирует рождение детей. Мы общались и с врачами, и вот сегодня с теми, кто получал сертификат, конечно, вот такое резкое ограничение по стоимости, оно закрывает возможности для человека найти, так скажем, право, сделать право выбора в какой-либо другом районе или еще где-либо. Это вопрос тоже необходимо устранять. Нужно особый акцент делать и в том числе на годах, на той процентной ставке, которая должна быть неизменна, вне зависимости от количества лет, то есть она должна быть стабильна. Программа «Доступная ипотека» разработана Корпорацией развития жилищного строительства Приморского края по поручению руководства региона для того, чтобы обеспечить жильем работников бюджетной сферы и привлечь в муниципалитеты новые кадры. Первый ипотечный продукт предполагает выдачу займов учителям, врачам и сотрудникам учреждений культуры под процентную ставку от 5,5%. До конца года планируется выдать 120 таких льготных кредитов. В следующем году уже 400. Владивосток – это не только Владивосток в Приморском крае у нас. У нас очень много городов, очень много поселков, где есть хорошее достойное жилье. Сейчас инвесторы заходят в такие города, как Большой Камень, Находка, Уссуриск, где можно приобрести. И там мы сделали планку, это 55 тысяч за квадратный метр. Там можно купить и дешевле. Поэтому всё зависит от человека, всё зависит от его желания, какую квадратную метр он хочет приобрести. Второй продукт предполагает поддержку молодых врачей и учителей, выпускников только окончивших университет, не имеющих стажа работы и стабильного дохода. Планируется, что они смогут оформить ипотечный кредит без стартового капитала. Компенсировать стоимость первоначального взноса предполагается за счёт краевого бюджета. Проектом программы предусмотрена возможность приобретения квартир как в строящихся, так и в готовых домах. Светлана Садова, Алексей Заровный. Новости на Восьмом. А тем временем стали известны регионы, где разоряют население на услугах ЖКХ. Список регионов с максимальным подорожанием услуг возглавила Чечня. Рост тарифов в августе составил более 9%, тогда как в среднем по России этот показатель равняется 3,5%. Высокий рост тарифов отмечен также в Кировской области – 8,5% и Псковской области – почти 7%. Между тем, названы регионы, где чек за коммуналку снижается. Это Севастополь. Снижение составило 0,5%. Камчатка – 2%, Тюменская область – почти 3%. Отмечается, что в частности в Тюменской области отопление подешевело на 21%. Плата за услуги горячего водоснабжения снизилась на 19%, холодного – на 9%. В списке счастливчиков оказались и жители Ханты-Мансийского автономного округа. Для них подешевел газ на 22%. К слову, ранее россиян предупредили о значительном росте платежей за ЖКХ с 1 января следующего года. Рост платежей связан с добавлением дополнительной строчки в квитанциях за селективный сбор мусора и повышением НДС. К другим темам. Проект строительства детсада на Постышево изменили, чтобы сохранить существующий сквер. К слову, детский сад на Постышево 7А во Владивостоке существовал еще в советские времена. Администрации Владивостока удалось вернуть здание муниципалитету. Теперь эта территория оживает. Здесь будет отстроен самый большой по численности детский сад города. Подробности в нашем следующем сюжете. Алию нашу вы нам оставляете. Специалисты администрации города по просьбам жителей улицы Постышево пересмотрели проект строительства детского сада. Подъездные пути и детские площадки перенесены на другую сторону учреждения. Это позволит сохранить деревья нетронутыми. Мы успокоимся, если вот этот детский комбинат будут строить на территории самого детского комбината. Не затрагивая вот этой нашей территории. Ради бога, стройте. Потерпим мы этот шум, гам, который будет при строительстве. Потом дети. Да тут и были дети. Мы к ним привыкли. Во время встречи с местными жителями специалист администрации города Сергей Вологин сообщил, что новый проект стройки учтет их просьбы. Никаких вырубок не будет. По просьбам жителей, аллея, которая существующая, остается нетронутым. Детские площадки, которые ранее предполагалось разместить на территории сквера, будут перенесены в границы основного земельного участка. Соответственно, подъездная дорога, ранее запланированная через белевые площадки, детские площадки и тротуары, тоже будет выполнена в условиях сложившейся застройки, не затрагивая саму аллею. Решение действительно устроило всех. И детский сад будет расширен, и сквер сохранен. Информацию подтвердили и в Управлении охраны окружающей среды и природопользования. Поводов для беспокойства в отношении ситуации по улице Постышева, 7А, где планируется строительство детского сада, не имеется. Не поступали заявления на выдачу разрешений на снос зеленых насаждений. Отметим, что аукцион на строительные работы выиграла компания «Титан» из Красноярска. Детский сад будет одним из самых больших во Владивостоке. В нем планируют открыть 4 ясельные группы и 14 обычных. Это поможет решить проблему многих городских семей. Дмитрий Беломеснов, Новости на Восьмом. Стоит добавить, что администрация Владивостока планирует в ближайшие годы ввести в эксплуатацию 9 детских садов. Один будет построен с нуля в микрорайоне «Снеговая пать», второй реконструирует на Постышево. Ну а также до конца года начнется строительство нового детского сада на 230 мест по улице Маковского. Строительство детского сада во Фрунзенском районе на улице Станюковича начнется в следующем году. Также новый сад появится на улице Тихвинской в Пермавайском районе. Кроме того, в Владивостоке ведется проектирование двух новых детских садов в микрорайоне «Потрокол» на 240 мест каждый. Заключены контракты на проектирование детских садов в районе Крыгина и Кипарисовой. Единые окна для предпринимателей впервые на Дальнем Востоке заработали в Приморском Сбербанке. Теперь ряд госуслуг бизнесмены могут получить в одном из офисов банка в Приморской столице. Сервис «Мой бизнес» – результат договоренности между Сбербанком и МФЦ. Подробнее об этом расскажет моя коллега Анна Бережная. Полный комплекс услуг для предпринимателей без лишних забот. Первый на Дальнем Востоке – Центр оказания услуг «Мой бизнес» открыт в Сбербанке. Зарегистрировать ИП и ООО, совершить операции с недвижимостью и земельными участками, получить справки и выписки, консультации по налогам и внебюджетным фондам теперь можно по принципу единого окна. Уникальный в регионе сервис для бизнесменов стал доступен благодаря договоренности между Приморским отделением банка и МФЦ. Открывая этот центр, мы фактически создаем точку комплексного единого обслуживания предпринимателей по любым спектрам необходимым им услуг. Это экономит им существенно время, это позволяет им получить высокое качество сервиса, это позволяет им действительно управлять своими процессами, не сталкиваясь с какими-то административными препонами. Появление сервиса «Мой бизнес» в Сбербанке не только делает государственные услуги более доступными, работа центра также позволит качественнее подойти к обслуживанию индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Сейчас в Приморье работают более 80 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, и их количество продолжает расти. Банковская организация, конечно же, может предоставить гораздо больше информации именно по финансовым продуктам, в то, что нужно именно малому начинающему предпринимателю и просто малому среднему бизнесу, чем МФЦ. Поэтому мы, безусловно, будем поддерживать этот проект, развивать на территории Приморского края. Большое спасибо коллегам Сбербанка, что они поддерживают свою инициативу. Первые клиенты уже оценили преимущества Центра оказания услуг на базе Сбербанка. Екатерина Слопогузова открывает свой бизнес – ателье по пошиву и ремонту одежды. Сейчас занимается оформлением необходимых документов. Этот процесс начинающему предпринимателю значительно упростил сервис «Мой бизнес». Все мы люди занятые, поэтому, конечно, когда ты приходишь в отделение Сбербанка, чтобы открыть расчетный счет, а тебе еще предлагают зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель. Это, я считаю, очень удобно. Центр оказания услуг для предпринимателей работает в офисе Сбербанка на Океанском проспекте 110А. Владивосток стал первым городом на Дальнем Востоке, где сервис заработал в отделении банка. Анна Бережная, Сергей Тулатиев. Новости на Восьмом. Более сотни врачей со всего Дальнего Востока. Десятки важнейших докладов. Операции в режиме онлайн. Во Владивостоке прошла масштабная офтермологическая конференция «Хирургические аспекты лечения глазных болезней». Площадкой для проведения этого мероприятия стал Тихоокеанский государственный медицинский университет, которому в этом году исполнилось 60 лет. Ну а все подробности узнаем у Катерины Матвеевой. Заболевания глаз бьют по здоровью всего организма. Человеку, который плохо ведет, сложнее общаться, работать, да и вообще жить. Между тем, согласно данным федеральной статистики, у каждого десятого россиянина диагностируются те или иные заболевания глаз. И армия профильных пациентов продолжает расти. Таким образом, важность современной диагностики, мониторинга и грамотного лечения офтермологических заболеваний приобретает особое значение. На сегодняшний день во всем мире 47% – это слепота от катаракты. Но это не слепота та, которая безнадежная. Это устранимая причина слепоты. Можете себе представить, половина людей в мире имеют катаракту. И на сегодняшний день, поэтому такие высочайшие технологии. Я помню, я начинала самоработать, когда мы разрезали глаз пополам. И сейчас 2 мм, и ультразвуком за несколько минут, то, что показал Ей Парнонович Федяшев, за несколько минут и пациент прозревает. Это жемчужина в термологии. В присутствии 150 врачей со всего Дальнего Востока в онлайн-режиме было проведено 7 операций. Одна лазерная коррекция зрения, 6 вмешательств, связанных с хирургией катаракты и патологией сетчатки. Операции достаточно сложные, полостные, требующие проникновения в глаз. Куратором и организатором учебы выступил Приморский центр микрохирургии глаза. Это очень сложный момент, потому что хирургия – это всегда непредсказуемо. И операция в любой момент может пойти по тому сценарию, который не предполагался. Но, как мы с вами уже видели, все проходит очень гладко. В штатном режиме хирурги справились на отлично. Хотя пациенты были достаточно сложные. Это были серьезные пациенты, которые подбирались и готовились к данным операциям за достаточно большой период. За хирургическим столом врачи из ведущих клиник Москвы Краснодара, Санкт-Петербурга и Владивостока Приморским врачам вообще есть, что показать и рассказать. За последние несколько лет уровень офтальмологии в крае заметно вырос. Во многом благодаря Приморскому центру микрохирургии глаза. Научно-практический центр по лечению глазных патологий смещается с европейской части России на Дальний Восток. Я первый раз в вашем славном городе и в очень хорошем центре. Порадовалось, что, во-первых, самая современная аппаратура стоит в центре. Ну, такая же, как в Москве, в общем, собственно говоря. То есть ничем никто не отличается уже. Люди делают, врачи, весь спектр операций. Тоже, в общем, наверное, может быть, чему-то и есть поучиться из Москвы. Но сейчас все меньше и меньше, так сказать. Даже бывает часто и по приезду мы чему-то нового узнаем на местах, так сказать, того, что сами не делаем мы. Поэтому я очень рад, мне очень все нравится, понравилось. Я желаю благополучия, процветания. Многие сложные операции на глаза, которые раньше были новаторскими, сегодня переходят в разряд рядовых. Для их проведения в Приморье есть все необходимое оборудование, врачи высокого уровня и материалы. Мы сегодня оперировали пациента, 64 года, мужчина. Мы один глаз прооперировали неделю назад, второй глаз оперировали сегодня. Имплантировали мультифокальную интерокулярную линзу, которая позволяет пациенту избавиться полностью от очковой коррекции. Данный вид операции высокотехнологичных, она относится к разряду, тот хрусталик, который мы имплантировали сегодня, относится к разряду премиум иол, премиум линз. В Приморском центре микрохирургии в глаза в день подобных операций проводят порядка 20, в месяц – 400. Имплантация хрусталиков в глаза занимает 2 трети от всего объема операций. Хочется отметить целесообразность и на Дальнем Востоке вообще данных конференций, потому что, как правило, они всегда проводятся в центральной полосе России, в мегаполисе, а здесь как бы это. И благодаря, спасибо Приморскому центру, что они взяли как бы локомотив на себя и приглашают великолепных сотрудников офтальмологии, обеспечивают прекрасную визуализацию данного проекта. Но я думаю, что это всегда идет на пользу офтальмологам не только Приморского края, но и всего Дальневосточного региона. На конференции была широко представлена и научная часть. В рамках дискуссии и докладов обсуждались методы медикаментозной коррекции глаукомы, показания к лазерной коагуляции сетчатки при диабетическом отеке, методы коррекции зрения у недоношенных детей и другие важные вопросы офтальмологии. Кроме того, работала выставка новейших препаратов и оборудования, с которыми могли познакомиться специалисты. А гости конференции пройти обследование сетчатки глаза или измерить внутриглазное давление. Катерина Матвеева, Игорь Волтов, Новости на Восьмом. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой гости кинофестиваля «Меридианы Тихого» продолжают присылать свои отзывы о пребывании во Владивостоке. Защитник адмирала проломил голову хоккеисту Челябинского трактора. Травмы и ушибы всегда возникают внезапно. Они резко меняют наши планы. Травмпункт медицинского центра «Санос» – это то, что вы искали. Оказание экстренной помощи без очередей и записи при любых видах травм. Современный цифровой рентген поможет выявить даже сложные диагностируемые повреждения. Травмпункт медицинского центра «Санос». Мы заботимся о вашем здоровье. В студии Максим Дудников и мы продолжаем. Гости кинофестиваля «Меридианы Тихого» продолжают присылать свои отзывы о пребывании во Владивостоке. Защитник адмирала проломил голову хоккеисту Челябинского трактора. А тем временем гости кинофестиваля «Меридианы Тихого» продолжают присылать свои отзывы о пребывании в приморской столице. Стивен Сигал рассказал на своей странице, что наблюдал множество замечательных глубоких фильмов, обладающих художественной ценностью. Здесь, во Владивостоке, люди языком кинематографа обсуждали такие важные вопросы, как преодоление сложных жизненных ситуаций, наполнение жизни любовью, мужеством и взаимопомощью. В свою очередь, актер Эрик Роберс подчеркнул, что побывал на множестве кинофестивалей, вручал многие награды, видел, как вручают еще больше наград, видел много талантливых людей, но в первый раз побывал на таком фестивале, где чувствовал себя как дома, причем каждый день. «Благодаря жителям Владивостока я стал счастливее, и еще у вас лучшая еда, которую я когда-либо ел в своей жизни», написал на своей странице в паблике гость фестиваля. Международный день балета отпраздновали на Приморской сцене Мариинского театра. Зрители в ходе экскурсии смогли заглянуть за кулисы Приморской сцены и больше узнать о балетной труппе театра, костюмах и театральном гриме. Подробности расскажет Дмитрий Беломеснов. Приморская сцена Мариинского театра решила показать зрителям свое закулисье. Для них была организована специальная экскурсия, несколько локаций. По этому случаю театр начался не с вешалки, а с пошивочной мастерской. Балетные костюмы – дело непростое, на их создание уходит до двух недель. Работа здесь не останавливается ни на минуту. Мы начинаем уже разрабатывать ткани, какие ему надо, по цвету, подбираем, прикалываем, ездим по магазинам, покупаем, делаем закупки, ждем. Все это, когда это все приходит к нам в цех, мы начинаем уже работать. Мои закройщицы Жукова и Заввольного, они начинают работать, краить. Они краят. Потом отдают эти все костюмы, отдаются швеем. И начинаем, вот такой процесс у нас идет. Конечно, не смогли не показать склад костюмов. Каждый наряд имеет именную бирку, ведь создают их, учитывая индивидуальные особенности артиста. Вот видите, здесь подписано, с какого балета. И да, это все индивидуально, потому что у всех... Что написано? Это травя, да? Это название, да. Театр – место, где происходят поразительные перевоплощения. Требуемый для роли образ создается с помощью костюма, освещения и, конечно же, грима. На него уходит обычно минут 10, если он простой. Но бывают случаи, когда времени тратится час, а то и больше. Грим, в принципе, это один большой секрет, потому что, делая грим, мы учитываем каждую индивидуальную особенность артиста, подчеркиваем ее и делаем более яркой, да, со сцены. Иной раз можно не узнать этого артиста вблизи, без грима, а на сцене он совершенно другой. Участники экскурсии смогли посетить репетицию балета «Серенада». Посетители смогли собственными глазами увидеть занятых в главных партиях ведущих солистов труппы театра, понаблюдать за работой педагогов-репетиторов, дирижера и технических служб. После репетиции мы смогли пообщаться с примой театра Ириной Сапожниковой. Для зрителей она невесомая, легкая, сказочная. Однако интересно было узнать, каково быть прима-балериной. Я росла с кардебалета, я пришла в театр, я два года встала в кардебалете и прошла через все вот эти круги, которые положено пройти. И, конечно, это тяжело, но очень интересно. И, наверное, мне кажется, каждый балерина этим живет, чтобы расти. То есть, конечно, нет ничего лучше, когда ты ведешь спектакль. Добавим, что в эти дни в рамках проекта «Мариинский детям» на приморской сцене представляют лучшие балетные и оперные постановки для всей семьи. Я думаю, это будет интересно, и это вот привлечет город к театру. Потому что у города есть хорошая возможность посетить Мариинский театр. Потому что сам писатель будет далеко, а здесь все-таки у нас репертуар хороший. Отметим, создание репертуара для детства и юношества – одно из приоритетных направлений деятельности приморской сцены Мариинского театра. Также для школьников Приморья совместно с администрацией края реализуется проект «Театральный урок». Планируется, что до конца 2018 года мероприятие охватит свыше двух тысяч школьников региона. Дмитрий Беломеснов, Станислав Лазебный. Новости на восьмом. Далее о спорте. Защитник «Адмирала» проломил голову хоккеисту «Челябинского трактора». Инцидент произошел на последнем домашнем матче моряков. Игра во Владивостоке закончилась разгромом приморцев. И под конец встречи у одного из игроков сдали нервы. Хоккеист «Адмирала» отправил соперника в местную больницу с тяжелым диагнозом. Все подробности расскажет Максим Яковлев. Последний домашний матч «Адмирала» запомнился не только разгромом команды, но и проломом головы. Причем в прямом смысле слова. Приморцы проиграли во Владивостоке «Челябинскому трактору» со счетом 2-7. Однако даже такие цифры на табло не смогли отвлечь общественность от одного эпизода в конце игры. Защитник приморцев Степан Захарчук буквально впечатал Артема Пеньковского в борт. Дело для хоккея вроде обычное, но не в этот раз. Встать на ноги челябинский игрок не мог. А все потому, что по предварительной информации он получил перелом челюсти и черепно-мозговую травму. Пеньковского в итоге увезли во Владивостокскую больницу. К сожалению, все намного хуже, чем мы могли поначалу представить. Последствия грязного приема Захарчука против нашего игрока достаточно тяжелые. Он сейчас в больнице с командным доктором. И лучшие медицинские специалисты Владивостока делают максимум возможного для улучшения ситуации. Хоккей, конечно, игра контактная и жесткая, но даже здесь бывает, как говорится, перебор. И это слово как никогда подходит для Степана Захарчука, которого в континентальной хоккейной лиге называют едва ли не самым грязным игроком. Почти каждый раз, как и в последнем случае, сам Степан заявляет, что не планировал никого травмировать и очень опечален, что так получилось. Однако визуальное впечатление и статистика говорят о том, что делает больно своим соперникам Захарчук не случайно. За свои тараны спортсмен в разных клубах получал многодневные дисквалификации. Вот и в этот раз спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ ограничился наказанием в виде запрета на игру в течение 15 матчей. Также хоккеисту адмирала придется выплатить денежный штраф, но, как отмечают эксперты, этого недостаточно. Человеку, который регулярно убивает своих собратьев по игре, калечит молодых парней, получает смешные 15 игр дисквалификации. Я думаю, что трактор будет подавать апелляцию в КХЛ на это решение, а я буду обращаться в гражданские судебные инстанции. Мы намерены добиться бессрочной дисквалификации Захарчука. Интересно, что Степан Захарчук перешел в адмирал буквально за неделю до скандального эпизода. Опытный защитник с неплохими показателями может совладать с атаками соперников, но, кажется, не может совладать с собственными нервами. Теперь уже он сам станет головной болью приморской команды. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Во Владивостоке установилась сухая и ясная погода, но на середину недели приморские синоптики дают неблагоприятный прогноз. Мокрый снег по северу на перевалах, штормовое предупреждение на территории края. Первые 11 сертификатов по программе «Доступная ипотека» вручили в Приморье. Заявки на льготный ипотечный заем подали уже более 50 человек. Во Владивостоке прошла масштабная офтальмологическая конференция «Хирургические аспекты лечения глазных болезней». Площадкой для проведения мероприятия стал Тихоокеанский государственный медицинский университет. Защитник адмирала проломил голову хоккеисту Челябинского трактора. Инцидент произошел на последнем домашнем матче моряков. Игрок находится в местной больнице с тяжелым диагнозом. На сегодня это все. Есть что добавить? Заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или же на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Но если вы вдруг пропустили что-то значимое, то смело подписывайтесь на 8 канал Владивосток в Ютьюбе. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте на ватсап. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. 8 канал. Главное – Владивосток. 8 миллионов просмотров набрал видеоролик о маленьком Лене Шиловском из Новосибирска, который освоил барабаны. Ранее, в 2014 году, когда ему было всего три года, музыкант принял участие в шоу «Минута славы», дошел до финала и получил приз зрительских симпатий – 30 тысяч рублей на покупку новой ударной установки для домашних репетиций. Кстати, интерес к музыке родители заметили у Лени в возрасте нескольких месяцев, когда он уже начал барабанить по всем предметам, которые попадали под руку. Например, по кастрюлям и столешнице. В три года по совету друзей Лени купили профессиональную установку. Через пару месяцев он сам научился с ней управляться, повторяя движения барабанщиков из видеороликов. На маленького вундеркинда, который играет на ударной установке с новосибирским духовым оркестром. Да еще как играет! Смотрим прямо сейчас и без комментариев. Сразу после прогноз погоды. Меня зовут Максим Дудников. Увидимся на восьмом. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok